Что вы знаете о технологиях, которые окружают нас в городской среде на каждом шагу и которые созданы для нашего с вами комфорта? Думаю, что многие из городских жителей просто пользуются ими, не задумываясь о том, кто их придумал, разработал, внедрил, усовершенствовал и о прочих деталях технологических процессов потребители не знают. Так вот, пришло время пролить свет, причем в буквальном смысле. Здравствуйте, меня зовут Алгат Куспаев и мы начинаем цикл программ о городских технологиях. Наш первый выпуск мы решили начать с Астаны и технологий, которые видны с наступлением темноты. Огни Астаны завораживают, как не любуйся столицей, хоть с иллюминатора самолета, хоть просто прогуливаясь по улицам и проспектам. Переливающиеся яркими огнями мосты, здания, проспекты. Вряд ли кто-либо из вас задумывался над тем, а кто же зажигает Астану? Неужели более 50 тысяч фонарей и прочих осветительных приборов включает целая армия энергетиков? Чтобы узнать это, мы сегодня специально проникнем туда, куда посторонний вход запрещен. Диспетчер Жанна Ромар не зажигает столицу, она лишь следит за исправностью приборов. Освещение включается автоматически, ровно в 7 вечера. Отследить включение можно по этим квадратам с буквой А. Если они стали красными, значит фонари на конкретном участке зажглись. И таких точек на мониторе 360. Столько, сколько подстанции подключено к автоматизированной системе. В 2001-м их было всего 7. Тогда Горсвет только изучал умные технологии. Через радиосвязь, через GPS. То есть мы можем отключить, включить. Если стало темно, пасмурно, то мы можем раньше на час включить. То есть, да, такой контроль имеется, такая технология есть. Управлять уличными фонарями можно и с мобильного телефона. Но об этом позже. А пока о службе, которая отвечает за бесперебойный просвет. Три административных района столицы 24 часа обслуживают более 150 энергетиков. В ночной дозор выходят не меньше 10 бригад. Устраняют они не только крупные аварии, но даже просто заменить лампочку выезжают. Кстати, о лампах. Горсвет ищет возможность сократить колоссальные энергозатраты. Зимний период за месяц – это около 4 миллионов киловатт-часов. А в летнее время это 1 миллион 800 киловатт-часов. По себестоимости зимнее время это около 52 миллионов выходит. А в летнее это выходит где-то около 17 миллионов. Как вы думаете, сколько электроэнергии нужно, чтобы зажечь 105-метровую железную конструкцию в самом центре Астаны? Речь именно об этом монументе весом в тысячу тонн. Летом прошлого года Останчане и гости столицы обратили внимание, что Байтирек засиял еще ярче. Совсем по-другому, как-то по-новому. Дело все в прожекторах Х-16. Они светодиодные и установлены по периметру площадки вокруг Байтирека. Такими прожекторами, к слову, осветили Эйфелеву башню в Париже, колесо обозрения в Лондоне и Эрмитаж в Петербурге. Так вот, казалось бы, такая солидная техника должна поглощать больше прежней. Но нет, теперь на подсветку Байтирека электроэнергии расходуется в 8 раз меньше. К слову, светодиодные приборы не из дешевых. Один фонарь стоит не меньше 150 тысяч тенге. Но зато, как уверяют европейские энергетики, прожекторы эти способны светить до 50 тысяч часов. То есть, если перевести в сутки, то больше двух тысяч. Если считать только ночи, это около 4,5 тысяч ночей. Теперь светодиодами хотят осветить арку Менгелек-Ель. Так, чтобы в сумерках каждую деталь можно было разглядеть невооруженным глазом. Мы установили, как временный вариант, металлогалогенные светильники, которые как бы решают задачу по освещению триумфальной арки. Но слишком много потребляют. Каждый прибор от киловатта до двух киловатт энергии потребляют. Нужно снизить эту цифру как минимум в четыре раза, но не потерять в нормах освещенности. Чтобы количество света было такое же, но потребление уменьшилось. Для сравнения, прежние прожекторы на Байти-реке в час сжигали до 2,5 киловатт. Новые потребляют всего 290 ватт. К тому же фонари эти не нагреваются. Безопасны для экологии и человека. А еще способны воспроизводить 16 миллионов цветов. И еще кучу всяких эффектов. И управлять этим процессом можно дистанционно, даже с мобильного телефона. Ставится программируемый контроллер, который можно в любое время изменить программу. Создать там какие-то спецэффекты, создать там все что угодно. Правила, допустим. Каждый год, допустим, в какое-то определенное время, определенная подсветка. Можно запустить сценарий, допустим, музыку фону, включить в такт музыки, чтобы прибор работал. Астана – первый мегаполис в Центральной Азии, перешедший на так называемую систему SmartLED. Около 10 улиц столицы освещают больше 500 светодиодных фонарей. Пока они работают в пилотном режиме. Их испытывают на прочность. Особенно зимой. Насколько они устойчивы к морозам. Тем временем, неплохие результаты показали лампы, которые осветили два моста Астаны. Энергозатраты сразу снизились в два раза. Есть также идея установить на столбах уличного освещения диммеры – датчики, считывающие интенсивность движения в темное время суток. При наступлении темноты диммер постепенно наращивает яркость лампой. За счет этого достигается 50-процентная экономия. То есть в ночное время оно также может на неоживленных улицах уменьшать яркость лампы. Отечественные инноваторы предлагают несколько вариантов снижения энергопотребления. Горсвет тем временем просчитывает затраты и пригодность новых технологий в наших суровых условиях. Для Астаны тема энергосберегающих технологий как нельзя актуальна. Уже совсем скоро, через три года, в нашей столице пройдет экспо. Всерьез предпринимать действия для сокращения энергозатрат стали еще пару лет назад. Столичной администрации приглянулся опыт Финляндии, где принято решение полностью перейти на светодиодные фонари для освещения городов. Львиную долю электроэнергии, это около 70%, Астана тратит именно на уличное освещение. А светодиодные источники, в отличие от традиционных ламп накаливания, экономнее в 15 раз. И это еще далеко не все, о чем мы знаем, но расскажем уже в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин